Здравствуйте! Необычное видео снимаю на улице. Идет небольшой дождик. Он то больше, то меньше. Обычно в такое время у меня идут какие-то такие мысли, раздумья. С чем-то хочется с вами уже, мои дорогие друзья, поделиться. И сегодня хочу рассказать, вы уже увидели по самому названию видео о том периоде своей жизни, когда мы вдвоем с мужем воспитывали нашего внука. И хочу поделиться своими такими вот впечатлениями, своими какими-то может быть разницей между тем, как мы относимся вообще с детям и как мы можем относиться к воспитанию уже внуков. Говорят, что дети, последний, первый внук, это как последний ребенок. Ну и начну с того, что нам его не оставляли. Я его сама забрала с Аргентины. И так, я приехала на Украину с внуком, которому было 4 года. Мужа, конечно, этим удивили его дедушку, потому что он ожидал только меня, но в аэропорту он увидел и меня, и чемодар, и еще и внук. Надо сказать, что Николас воспитывался, так его зовут, воспитывался в русскоязычной семье, общался с детьми, уже начал общаться на испанском, в парке, там, в садик он там не ходил. В телевизор, естественно, все рекламы, это все он, естественно, воспринимал, поэтому, когда он приехал сюда, а здесь Украина, и он услышал украинский язык, он, конечно, для него, это нам так кажется, что украинский, русский, он практически одинаковый, а для ребенка это очень тяжело, особенно, когда мы вынуждены были его практически сразу отправить в детский сад, потому что что надо было, что можно было делать дома, тем более у нас начался не просто ремонт, а грандиозная достройка, там, ванной комнаты, перепланировка комнаты и так дальше, то есть плюс у нас была еще дача на тот момент, огороды, в общем, короче, заботой я окунулась после, такого праздного, можно сказать, в кавычках тоже, то есть разница была очень большая, между тем, как я жила те три года, и тут приехала сюда, плюс еще и Николас, поэтому мы его отправили в детский сад, садик был чисто на украинском языке, поэтому, конечно, у него были сложности, но надо сказать, что воспитательница была очень умная женщина, она как бы с ним нашла общий язык русский, а потом он постепенно перешел, начал понимать все остальное. Но что я хочу сказать? Сейчас, конечно, вот я хочу затронуть прям тему библиотек. Библиотека и книги для меня в свое время, вы знаете, наше то поколение, когда не было телевизора, не было всевозможных этих средств, которые сейчас есть в моей жизни даже, ну, не было, телевизоры-то были, но я имею в виду той информации, интернета и всего, поэтому мы читали больше книг, поэтому и его мы записали в библиотеку. Я скажу вам, что это очень хороший такой момент, потому что купить книгу и прочитать, и потом отложить, потому что она уже неинтересна, а в библиотеку два-три раза можно было туда пойти, взять, мы постарались брать там новые книги, и здесь можно было говорить ему, что вот Николас, ты же видишь, что там детки, они тоже ждут эту книгу, давай быстренько будем ее читать. Читая таким образом ему книги, которые мы брали по два-три раза на месяц в библиотеке, мы приучили его к чтению, сначала к слушанию того, что мы читаем, а потом попозже, все-таки у нас не всегда было время читать тогда, когда он хотел, и мы начали ему сначала намекать, а потом открыто говорили, что давай будем изучать буквы, будешь сам учить, учиться читать, и будешь читать тогда, когда захочешь. Конечно, это был процесс, это была маленькая такая, ну, наверное, как и у каждого проблема, но мы с самого начала относились к нему как к взрослому, и я ему говорила, Николас, вот назови мне хотя бы одного взрослого, кто не умел почитать. Нет, таких нет, он понимал, что таких нет людей, значит, тебе все равно придется научиться читать. Да, ты, может быть, не будешь никогда знать, может быть японский язык, но читать ты должен научиться, в данном случае, на украинском языке. И здесь, конечно, надо было все-таки, как бы приложить, может, какие-то усилия и с моей стороны, потому что надо было заставить, но тем не менее, когда он шел уже в первый класс, он читал как взрослый. Было так, мы ему купили букварь, и каждый день, каждый день он читал по одной букве. Когда приходили в садик, он знал, что пока он не прочитает хотя бы, ну, как бы, страницу там, где новая буква, он никуда гулять не пойдет. И как бы там дети на улице не кричали, Николас, Николас, выходи, то он со слезами на глазах должен был прочитать. Потом он понял, что отступать я отступать не буду, и приходил в садик, а бегом искал этот букварь. Где букварь? Где букварь? Люба, где букварь? Что такое? Бегом читать, потому что он знал, что ему все равно надо будет читать. Вот это, такой подход, конечно, он и нам улучшал, как бы, жизнь, потому что все, что мы, он понимал, что если мы сказали, то здесь, конечно, я приводила всегда доводы, не просто так, что вот рахты-варахты, ты вот должен слушать. Но, я, кстати, покажу, вот у нас мы тогда записали вот на таких дисках, у нас очень-очень много всевозможных фильмов, поэтому я вот это вот сейчас будем все разбавлять, мою, может быть, кому-то скучную речь. Вот мы переписали на эту флешечку, и вот сейчас у нас есть на записи, записи его, как бы, жизни здесь. Читай, называй букву, я скажу, правильно, чи нет. Ай, у меня уже получше, еще. Ми, у, му, ум, ум, розум, ум, мы, і, ми, ми, це, і, ми, ми. Ну, чого ж, ми? Вверху, ми, і, ми, а потом, і, і, ім. Ми, і. Забувся. А що тоби забуваться? Думай просто, не надо забуваться. Ну, не теряйся. Так? Не, не, шарас прочитай. Ім. І. Ім. А там? Ім. У нас, я вот недавно разговаривала с дочерью, говорю, ну, у вас сколько, сколько есть вот фильмов о Николасе уже после, он до 7 лет его забрали назад. Она говорит, нет, сколько нету. Вот. То есть, почему? Я скажу, забегая наперед, как бы я анализировала, у нас не было воспитания, как бы, вот мы воспитываем его, а вот здесь мы не воспитываем. Для того, чтобы вообще, я понимаю, чтобы ребенок в дальнейшем пустил вас и нас в свою жизнь, мы должны сначала пустить его в свою жизнь. То есть, мы не должны отделять что-то, свою жизнь от его жизни. Вот это вот воспитание, вот это вот не воспитание. Поэтому постоянно, постоянно он понимал и знал, чем мы живем, какие у нас проблемы, вплоть до того, что даже, возможно, даже есть какие-то финансовые такие нюансы, когда мы могли что-то себе, может быть, позволить, что-то мы должны были купить. Он был, как бы, ну, на уровне того, что ему можно было знать и понимать. Мы ему об этом рассказывали. Была вот такая, как бы, ну, у него, как бы, характер у него не то, что неплохой, а хороший. Он дружил со многими детьми, он ладил с многими детьми, он ладил с нами, со взрослыми. Я должна сказать, что наше общение, это общение людей на уровне уже бабушек и дедушек. Во многих еще не было внуков, поэтому они какой-то степени нами, может быть, ну, понимали нас, может быть, я не говорю, завидовали, но нашим отношениям именно с внуком. У нас не было каких-то непонимающих каких-то проблем и так дальше. Поэтому он дружил и с нашими соседями, и с нашими друзьями. И по, ну, люди, те, которым уже, конечно, под 50, и дальше, и меньше, и больше, они, конечно, уже умудренные опытом и уже понимают, как общаться вот с такими, как бы, детьми, для того, чтобы он и слушал, и понимал, и... ну, и дружил. То есть общение было больше, можно сказать, на уровне таких дружеских отношений. «Дай раствор. Давай, мешай, молодец. Мускули зараз нам накачаються. Вот. И раствор будет. А мне теперь уже можно и не вместить, раз уже такий помощник осью. Андрюшки будет с корову найти данный день. Да, сколько, Андрюшки, будет год, Николас? Вот так. Сколько это? Раз, два, три, четыре, пять. Будет Андрюшки пять. Чего ж пять? А то шестый палец. Шесть же будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То сколько будет? Шесть. Шесть. Шесть роков будет, Андрюшки, на следующую неделю. А тебе сколько будет зимою? Раз, два, три, четыре, пять. Точно. Скоро будет. Надо только работать, бегом стройку заканчивать, да? Да. Помогать дедушке Саше раствор мешать. И мне тоже. Мы как нах-нах строим дом из кирпичей, да? Да. Как песенка спивается? А нам не страшен серый волк. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Шо? А нух-нух-нух-то построил и соломенький. Да, нух-нух и соломый, а не х-нех из палочек. А нах-нах построил из чего? Из крепкого. Крепкого из чего? Из камней. Да? И сказал, что я на свете всех, что? Умней. Всех. Дом я строю из камней, из камней, из камней. И что он сделает с домом? Что сделается? Не знаю. И развалится. Продавно читали сказку. И все. И развалится, и не будет ни х-нефа, и нуф-нуфа не будет дома. И куди вони прибежать? До якого? До кого прибежать? До нах-нафа. До нах-нафа, потому что у нас нах-нафа дом який? И... И... Крепкий. Правильно. Дом крепкий. И мы тоже строим крепкий, да? Да. Мешай раствор, чтобы был дом крепкий. Правильно. Соломки пиццепа? Да. Молодец. Пиццепа. Мешай хорошо. Льва, а давай я тебе покажу. Моряк, надо машинки влядь, давай чуть-чуть машинки поглядем чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть? Ну хорошо, ладно. Чуть-чуть. Тебе самое лучшее. Иди покажи, что там тебе есть. А, покажи, где тебе гараж есть? Есть. А ну покажи, где гараж. Давай я тебе покажу. Ну что? Классный гараж. А ну заїдь машиною на гараж. Ух ты. Я не маю машин. Не маю, дождь не страшный ей, да? А где мост? Есть еще мост? Нет. А ну под мостом проехали. Угу. Опа, и под мостом машина поехала. И поехала домой спать, да? В той домик ей. Дом. У машины. А гараж не будет. А ты же собі робили, ми ж робили подземний гараж. Де подземний гараж? Уже нема? Есть. А где? Покажи. То проїдь туда правильно, поїде машина домой в подземний гараж. Угу. Де там? О, бачиш, у машины есть и подземний гараж. И все. И все. А где же бассейн? Уже нема бассейна? Не му. Уже раскурочили? Да. Ну ничего, построим потом, что в следующий раз, да? Так, потому что сегодня не пришел Андрюша, скажи. А когда Андрюшка сюда приедет? Кто знает, когда? На где же я иди в диване, жена приедет? Приедет, да. И сидит за диваном. Что-то ты крутишь. Что-то в тебе. Льва, Льва, а я за дверей буду открываться. Записай, я не крукаю. Давай, развались. Осторожно. Вище бий. Вище бий. Что, ты мисля? Да. Что, сконцало? Да. Давай, сейчас стукай. Потом уже я буду сейчас тянуть. Был у него и страх. Был у него страх. Мы завели такую, вернее, приблудилась к нам. Была такая собачка Найда, которую он очень-очень боялся. Потом как-то была у меня такая проблема. И мы со спиной, мы поехали к одной бабушке в царство и небесное в селе, чтобы она посмотрела, потому что врачи предлагали совершенно другие вещи. И когда она там сделала мне осмотр, кое-какие процедуры, она говорит, а кто у вас сидит в машине? А я говорю, ну, сидит. Она говорит, а у него, он боится собак. Даже она не спрашивает. Она говорит, а он же испуган у вас. Я говорю, как испуган? Ну, вот его в маленьком, еще когда он был совсем маленький, его испугала собака. Ну, короче говоря, она, и это действительно существует. Она убрала этот испуг. И после этого у нас была уже другая собачка, которую он не боялся, с которой он дружил. И она уже была, как бы, и сильно большая. Вот, и как-то, впоследствии мы спросили дочь, был ли какой-то случай такой, когда он испугал, ну, боялся бы этой собакой, боялся бы, она говорит, да, приходили друзья, когда он еще был до годика маленький, и собака сильно залаяла. Сваниелька тоже, вроде бы, как маленькая еще тогда была, щенком, но залаяла. Вот, и он сильно испугался. То есть, вот такие вещи, как бы, бывают. А-а-а, все, воно твои игрушки уже, это самое. Гряза. Гряза же твой собак, да, найда? Как вырос тут, так вам, диви, диви. Не пахнет. А давай тебе, Слава, я тебе буду знайну их шукать. Ну, бери, найду, отвязуй, будешь знайну их шукать. Не, я сам буду шукать, только ты ховас. Иди, найдочку погладишь. Доба. Ничек. Доба. Хочешь найдочку погладить? Доба, доба. Молодець. А, а, о. Ник. Как надо будет, будешь машины мыть, уже профессию сприобретаешь. Специальность осваиваешь? Да. Специальность осваиваешь. Специальность осваиваешь, уже с дедушкой. Не, но специально. А шо ж ця? А, вот я? Да. Тряпочка. Тряпочка. Ну, естественно, как все дети, он болел. Вот, мы старались, мы старались, конечно, его меньше лекарствами, больше, как бы, народными средствами. Иногда ночами надо было с ним просиживать. Есть у меня даже такое видео. Мы, например, чтобы он, как бы, не боялся того же зубного врача, мы договорились с врачом и снимали его на видео для того, чтобы, ну, вот, показать, какой он мужественный, какой он сильный, какой он, как бы, ну, не боится. То есть воспитывали вот такие черты характера его, ну, как мужчины, можно сказать. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Любил он, конечно, и рыбалку, любил нам очень помогать, очень любил соревноваться, любил в воде купаться. Ну, как можно сказать, как все это, все дети. И еще раз, может, уже повторюсь, что надо как бы с детьми дружить, надо находить время где-то даже между своей работой, между своими какими-то занятостями. Пускать ребенка в свои вот эти вот, ну, как бы свою жизнь, в свои моменты жизни, для того, чтобы он был, чувствовал, что он нам как бы, ну, не то, что не мешает, а даже нужен. Что мы без него не можем побойтись, что надо там, чтобы ты помог, что надо, чтобы ты даже посоветовал, что, ну, давайте спросим, хорошо, это ты так думаешь, а давай, а что Николас думает по этому поводу. То есть он очень хорошо понимал свою значимость даже вот в таком возрасте, ну, был у нас до семи лета. Я считаю, что это период такого становления ребенка, очень даже такой ответственный момент в его жизни. Я сейчас наблюдаю за, ну, как наблюдаю, так получается, что идешь по улице, смотришь, идет мамаша, ведет ребенка, разговаривает и разговаривает по, на мобильном, тот дергает, мама, мама, а он, отстань там. Ну, то есть, конечно, хорошо, что в наше время не было этих мобильных телефонов. Да даже и колясочки, вы посмотрите, я вспоминаю, какая была коляска, когда она была повернута лицом ребенка к матери. Сейчас ребенок, как бы, уже в такой колясочке, уже после годика, два-три, он повернут к матери или к отцу спиной, и он идет. Может, это и правильно, но с другой стороны, когда-то иду, напротив ребенок сидит, вот так у него шапка закрыла один глаз, ухо одно выгляда, и мама тут бла-бла-бла по этому самому, по телефону, я, конечно, даже приостановилась, сначала прошла, а потом приостановилась, потому что был ветер, я говорю, посмотрите на ребенка, ну, она, конечно, была благодарна, потому что могло даже и ухо набеять. То есть, я вот по ходу того, как у меня была сеть, сетевого маркетинга, и тоже были молодые мамы, и вот так разговариваешь о том, что, ну, вот вы должны воспитывать все-таки семья, это очень большое значение имеет. Нет, как-то так все говорят, нет, пусть воспитывают детей, типа наученные люди, пусть воспитывают воспитателей, учителя, это люди, которые как бы грамотные, этому учились. А я считаю, что лучше отца и матери никто ребенку не даст воспитание, потому что это родные люди, и, извините меня, но чужой ребенок вряд ли нужен будет кому-то больше, чем свой. И, особенно, особенно мы, конечно, любим своих внуков, когда у нас уже больше времени, и, наверное, все-таки больше мудрости, и, как говорится, если бы молодость знала, старость могла, правильно? Когда мы вспоминаем, сколько можно было бы больше, насколько можно было бы больше уделить внимание своим, уже сейчас, уже взрослым детям тогда, то, конечно, не удивляйтесь, когда ребенку уже 12-14 лет, и ребенок не управляем, потому что нет этой связи между родителями и между детьми. А она теряется в первых годах жизни, когда больше нужны все-таки мы детям, чем дети, получается, нам. А надо бы, чтобы было одинаково, чтобы потом как бы не было больно и обидно за бесценно прожитые годы, когда уже обижаются многие взрослые бабушки и дедушки на своих детей и так дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавил субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Что хочу сказать вообще о детях Я что-то верю в это Дети очень мудрые Можно сказать Не знаю, существа, не существа Но очень мудрые дети Они Особенно еще маленькими Когда начинают соображать Они по-моему видят даже то Что Не видим мы еще взрослые И с этим надо считаться Вот посмотрите, например, любая семья Как она относится к вам, если есть там ребенок Посмотрите, если ребенок к вам относится хорошо Значит и семье Все не наиграно Значит и семья к вам относится Как бы положительно Ну и естественно наоборот Если быть внимательным То можно очень многое-многое Увидеть и понять Ну и Спасибо вам за внимание Я, конечно, больше Хотела показать, чем рассказать Может мне это и удалось Не все снимки, которые Видео, которые у нас есть Я показала Есть темы, на которые еще можно, конечно, поразмышлять Были еще несколько таких курьезных И даже опасных случаев И как раз в этом помогло нам Помогло нам вот это вот открытое такое общение Когда не просто было как дела там Что как А ребенок открывался, рассказывал И этим, можно сказать, даже спасал Некоторые такие моменты Если вам интересно Пишите, я могу еще Поставить и второе видео Поразмышлять на эту тему Если я вам чем-то помогла Может быть просто Вы задумались Задумались о своей Дождь уже пошел Задумались о своей жизни О своих годах Ну это такое дело Что было, то было Самое главное, я говорю всегда Чтобы не делать ошибок дальше Всего вам доброго, здоровья вам До скорых встреч